Привет, друзья! Hello, guys! And I'm sorry for this, I think, almost two weeks gap of silence. Прошу прощения, I'm sorry, прошу прощения, что две недели я молчала. That I was silent for two weeks. Сегодня, сегодня я расскажу вам историю на очень простом русском. Я расскажу. So, рассказать means to tell, like, to tell something long, like a story. Я расскажу вам историю, I will tell you a story, на простом русском. On very simple, basic Russian. Это будет история о том, почему две недели я молчала. Это будет история. It will be a story. So, это, we spell это, but stress follows on это. That's why we pronounce это. Это будет история о том, about that, почему я молчала. Why I was silent for these two weeks. Молчать means to be silent. Молчать, it's already a verb. It's already a verb, so you don't need to put to be there. Почему я молчала? With feminine ending. Why I was silent? Почему я молчала? А, и так. So, и так. А сейчас в Санкт-Петербурге ноябрь. И я думаю, что ноябрь для меня, для меня, that is genitive, это самый сложный месяц. Месяц is masculine, that's why самый сложный месяц. Сложный и трудный. These two words are synonyms, so you can say это самый трудный месяц, or это самый сложный месяц. Потому что погода нехорошая, это не зима, но уже не осень, неприятная погода. Это не зима, но уже, already, уже не осень, поэтому это неприятная. Приятная means pleasant, so неприятная, it's not pleasant weather, неприятная погода. И обычно у многих людей в ноябре очень мало энергии и энтузиазма. Обычно у многих людей. So remember this construction when it starts with у, that's a possession. У многих людей, many people. У многих людей мало энтузиазма. So, not a lot of people, well, just a few people have a lot of enthusiasm. Or people have not a lot of enthusiasm. Немного энтузиазма. Энтузиазм, that's enthusiasm, masculine. After немного we need genitive, because that's why it becomes энтузиазма. А в ноябре у людей мало энтузиазма. People have a few of enthusiasm. И энергии, and energy. Энергия, that's feminine, мало энергии, so я becomes и инженитив. Мало энергии, мало энтузиазма. И обычно все хотят спать. Всегда. Всегда. And usually everyone wants to sleep every time, all the time. Все means everyone, всегда means all the time. Все всегда хотят спать. So everyone wants to sleep all the time. А еще в Санкт-Петербурге у нас сейчас очень мало солнца. У нас, we have, очень мало солнца. So after a lot and a little, we use genitive. Солнце, the sun, becomes солнца. It's neutral, and very often neutral copies masculine rules. So it's genitive, we need to have our ending. So очень мало солнца. Это как почти полярная ночь. Almost like a polar night. Почти полярная ночь. Утром светло, я думаю, часов в десять. И вечером в четыре уже темно. Поэтому очень мало солнца. И поэтому ноябрь очень сложный, очень трудный месяц в Санкт-Петербурге. Но сейчас, сегодня, сегодня у нас был первый снег. У нас был. Possession in the past. We had. У нас был, был, because снег is masculine. У нас был первый снег. И когда на улице снег, when it snows, we have snow outside. When in English you say outside, in Russian we say on a street. Когда на улице снег, это не так грустно. It's not so sad when it snows outside. Это не так грустно. Поэтому я думаю, что самый сложный период, like the hardest period of time, самый сложный период позади. Позади means behind. Самый сложный период позади. Назад also can mean back, but назад, it's like we use it with a movement back, like to go back, to come back. Or with time, like two years ago. We say два года назад. But when you speak about location, like it is located behind. That is позади. О сзади. Can be both. They are synonyms. Позади, о сзади. Самый сложный, о самый трудный период позади. The hardest period is behind already. Right, guys? That is it. Это моя история на сегодня. Я надеюсь, вам понравилась эта история. And if you would like to get a worksheet to see how good you understood grammar and vocabulary from this video. Also, if you would like to have a lot of a lot of videos with me on Russian grammar, vocabulary, and useful phrases, and a lot of this good stuff. We have a huge archive on my Patreon page with more than 50 videos, some articles, Ankydex, and podcasts. So you can all check it on my Patreon page. I will leave the link in the description of this video. And see you soon. Bye-bye, guys. Пока-пока.